Две ценные бумаги сегодня будем покупать. Причем я это буду делать в режиме реального времени. Первая бумага будет ценная, это ETF на рынок. Но сразу скажу, это будет не американский рынок, а на другую страну. И вторая бумага мы просто купим на остаток своих денежных средств. Один лот кое-каких акций. Какие акции, вы тоже узнаете это в данном видео. Поэтому не переключайтесь, смотрите данное видео до конца. Сейчас на моем балансе чуть более 3,5 тысяч рублей. По-моему, 3,600, вот он скрин. На эти деньги мы будем покупать один ETF и один лот акций. Ребята, я специально решил это записать в видео и сделать это все в режиме реального времени. Для чего я это решил сделать? Для того, чтобы вам показать, как покупаются акции через приложение Сбербанк Инвестор. Тем самым я продолжаю свою рубрику, где мы будем изучать функционал приложения Сбербанк Инвестор. Так как я начал с этого приложения, пока оно меня устраивает как до насрочного инвестора. И я хочу именно вам, друзья, помочь разобраться в этом приложении. Потому что я знаю, что очень много новичков и было очень много таких вопросов, как купить акции. Вот в данном видео я вам покажу. Возможно, я еще дальше буду записывать видео, как купить облигации. Может быть, расскажу, как купить валюту. Но пока этот вопрос у меня не стоит. Поэтому жмите на колокольчик, подписывайтесь на мой YouTube канал. Ставьте уведомления. Обязательно ставьте уведомления в телефоне и на компьютере. Иначе одного колокольчика будет недостаточно. Еще, смотрите, важный вопрос. Я уже создал плейлист. Я размещу его в правом верхнем углу в подсказках. Нажимайте и смотрите. Это плейлист по Сбербанк Инвестору приложению. Оно так и называется. В этот плейлист я буду кидать все видео, которые связаны с функционалом Сбербанка Инвестора. Чтобы любой новичок, который нашел где-то мое видео или где-то услышал рекламу, может быть, по телевидению, захотел бы купить какие-то активы, ценные бумаги на фондовом рынке. И он не знает, как или же его интересует именно положение Сбербанка Инвестора. Потому что Сбербанк популярный банк. И все, как правило, не отходя от кассы, открывают счета брокерские там. Так вот, зайдя в этот плейлист, вы сможете найти максимально всю информацию. Как новичок вы сможете и открыть брокерский счет, и его пополнить. И вы узнаете, как вывести деньги и как купить акции. То есть, этот плейлист будет у меня увеличиваться. И также я создал отдельный плейлист. Я его тоже размешу в правом верхнем луке. И смотрите, я поделил эти два плейлиста. И второй плейлист, это будет плейлист, где я буду показывать свой портфель. И делать ежемесячный отчет за предыдущий месяц. И показывать, что я купил и что у меня происходит в портфеле. Я смотрю, вам данная рубрика понравилась. Да и мне самому интересно, что у меня будет за год. Поэтому, друзья, еще раз говорю, подписывайтесь. Будет много всего интересного на моем YouTube-канале. Не только про инвестиции, но и на другие полезные темы. Давайте, друзья, представлюсь. Возможно, кто-то меня не знает. С вами на связи Фокин Евгений. Я начинающий инвестор. И в этом году я начал изучать фондовый рынок. А также я являюсь специалистом по YouTube. То есть, оказываю свои услуги по YouTube. Если вам нужны какие-то услуги по YouTube, то пишите мне. Все ссылки у меня в описании под этим видео. Также можете добавиться ко мне в друзья. и следить за мной. У меня очень много полезной информации в других социальных сетях, не только на YouTube. Данное видео я затягивать не буду долго. И поехали, в общем, сразу же в приложение Сбербанк Инвестор. И купим две ценные бумаги. Давайте купим две ценные бумаги сейчас. Сегодня, как я уже ранее сказал, я буду покупать одну акцию. Какую, вы узнаете чуть позже. И один ETF. Заходим в приложение Сбербанк Инвестор. Сейчас нахожусь на вкладке мои счета. Внизу, видите, с левого угла. Здесь вот мои счета. Я специально их загородил. И не стал вам показывать, что у меня сейчас в портфеле происходит. Потому что отчет я буду делать каждый месяц за предыдущий месяц. Поэтому ждите, увидите. Как нам купить ценную бумагу? Нам нужно зайти во вторую вкладку. Внизу это рынок. Вот нажимаем сюда. Видите, вверху раздел у нас идут. Акции. Первая вкладка. Вот здесь можно ввести любую акцию. Напомню, если акции нету, например, вы ее не можете найти, то для этого есть поиск. Введя вот здесь в поиске любую акцию, вы найдете любую акцию. Они здесь есть все. Просто приложение бывает глючить, и не все можно найти. Часто мне задавали такие вопросы. Далее. Во второй вкладке у нас облигации. Можно будет купить облигацию. Это в процессе. Я тоже буду этот изучать инструмент. Буду себе покупать. И вот вкладка фонда. Вот сейчас мы будем покупать фонды. Вот здесь у нас продаются ETF. И четвертая вкладка – это у нас валюты. Здесь вы можете купить валюту. Пока я валюту не планирую покупать. Очень много вопросов. Потому что здесь для того, чтобы купить, она покупается лотом. Один лот – это тысяча долларов. Пока я не собираюсь все равно покупать доллары. Они ко мне попадают из других источников. Итак, давайте купим фонд. Какой же я сегодня буду покупать фонд? Фонд я сегодня буду покупать на китайский рынок. Вот он немножко просел. Он стоит сейчас 3000.006 рублей. FXCN он называется. Давайте нажмем на него и посмотрим. Китайский рынок, вот даже если взять за последний месяц, несмотря на то, что вот у нас даже в марте он немножко просел. Всего лишь до 2800. А так он очень растет и быстро набрал свои кондиции. Если взять за последние три года. Вот он дорастал до 2800. Да, немножко падал. Но в перспективе он растет. Если мы возьмем за 10 лет, то у нас 190 годовых можно было заработать, если бы мы удержали 10 лет. А если бы мы удержали 3 года, можно было бы 50% годовых заработать за год. 7 годовых неплохо, короче. Будем пополнять свой портфель этим ETF-ом. Поэтому давайте мы его сейчас прикупим. Тем более, давайте возьмем последний месяц. Вот он здесь был и 300, я вам хочу сказать. И вот он сейчас подупал. Он может подупасть, но я думаю, он в районе 3000.00. Вот так плюс-минус будет колеблется. Тоже ждать мне, когда он там упадет. Я уже счет пополнил. Сейчас давайте купим 1 фонд и еще кое-какие акции. 1 лот акций. Нажимаем кнопку купить. Ждем SMS для подтверждения операции. Так, SMS-ку мы ввели. И вот, нам здесь предлагают взять 1 лот. 1 лот на сколько стоит? Если по рынку 3008.00. Но мы по рынку покупать не будем. По рынку, видите, он бы стоил 368.00. Но мы будем брать его по последней сделке. Значит, мы его возьмем по 0.00. Вот он уже упал. Давайте поставим заявку по 3.006. Мы его купим. 3006 рублей будет стоить у нас 1 TF. Жмем купить. Подтверждаем. Все. Ваше поручение принято. И вот здесь у нас в разделе заявки. Вот видите, внизу у нас есть раздел. Четвертая слева кнопка заявки. Вот здесь вот мы можем посмотреть. Исполненные и неисполненные заявки. Вот ждем, пока брокер нам исполнит данную заявку. Также в этом разделе у нас будет и отклоненные заявки, и исполненные заявки. Заявку, как я понял, друзья, отменить нельзя. Ее отменяет сам брокер через некоторое время. Заявку мою исполнили. Видите, заявка, количество заявок 1, активный 0. А то была активная 1. И вот здесь можно нажать сделки, посмотреть, что у нас была за покупка, какое время, объем в рублях и тому подобное. Также здесь, нажав на заявку, мы можем посмотреть, что у нас было за заявкой. Вот написано, исполненный один из одного. Мы можем зайти. Обычно, когда заявку исполняют, вот здесь в разделе прочее, вот в самом низу справа кнопка, нажимаем прочее. Здесь у нас слева вверху есть такой конвертик. Нажимая сюда, у нас здесь появляется цифра 1. Это значит, исполненная заявка. И здесь у нас подтверждение того, что 24.04, там в 10.36, заявка такая-то, такая-то. Покупка вот такого-то фонда по 3006 рублей. Исполнено. Итак, давайте теперь перейдем в покупку акций. У меня еще на счете осталась небольшая сумма. Вот, видите, у меня денежных средств осталось 649 рублей. Давайте на 600 рублей купим акции. Я предлагаю нам купить акции ВТБ банка. Они дешевенькие, и у них в этом году хорошие дивиденды. Почему бы и не прикупить? У меня там уже есть сколько-то лотов. Давайте сейчас еще купим. Так, заходим в рынок, раздел акций. Жмем ВТБ в поиске. Вот мы находим ВТБ. За сутки они просели. График у нас прогрузился. Как вы видите, цена была максимальная. 33 копейки, 0.36 и минимальная 0.30. Сейчас у нас стоит 0.34. Но по факту, если взять, допустим, за 10 лет ВТБ, то самое дно у нас было здесь 0.39, 0.45. Ну, по факту, на сегодняшний день все равно ВТБ акции, они на дне. Даже если вот они вырастут до 0.60, а если вообще вот как здесь до 10 копеек, было бы хорошо. Но дивиденды у них неплохие. Поэтому прикупим, посмотрим. Надеемся, что ВТБ у нас вырастет. Нажимаем купить. Кооперацию мы подтвердили смс. Итак, по рынку мы снимаем галочку. И вот один лот, видите, в одном лоте 10 тысяч акций. По цене последней сделки ставить у нас получается по 0.034, получается, да. Мы будем брать по 0.034, 8. Вот по такой цене мы возьмем. Итого 340 рублей у нас составит лот 80 копеек. Давайте мы купим, не будем тянуть. Нажимаем купить. Нажимаем подтвердить. Вот оно наше поручение. Ждем одобрения заявки. Вот заходим. У нас есть заявки за сегодняшний день 2. Активная 1, потому что 1 у нас по ETF уже исполнили. Нашу заявочку одобрили. Видите, количество заявок 2, активных 0. И вот здесь мы можем посмотреть, что мы сегодня покупали. Исполнено ETF 1 из 1. И ВТБ 10 тысяч из 10 тысяч. Все, исполнены отмененные. Дальше, видите, в правом нижнем углу у нас впрочие, видите, вот однерочка подсветилась. Нажимаем сюда. И вот слева вверху у нас конвертики однерка, как я раньше говорил. Нажимаем сюда, и здесь напоминание точное уже, что наша заявка на покупку акций исполнена. Теперь мы можем зайти в наши разделы счета и увидеть там наши купленные бумаги. Смотрите, вот я зашел в раздел мои счета, и вот вы видите FXCN, да, China, в моем уже портфеле. И вот он уже на 4 рубля подешевел. 3 тысячи 2 рубля. Ну и что касается акций, вот она в моем портфеле, также уже акция ВТБ. Теперь у меня, видите, 60 тысяч этих акций. А было 50 тысяч, плюс 10 тысяч прибавилось. Это лот, который мы купили. Ну и денежных средств у меня осталось 308 рублей. Возможно, в будущем покажу, как работать с валютой, но пока, друзья, я не планирую. Может быть, покажу, как купить облигацию. Но облигации покупаются точно так же, валюта точно так же, как покупаются ETF и акции. Я думаю, данный урок был вам полезен. Ставь данному видео лайкосик, потому что данное видео заслуживает этого лайка. Как вы видите, что я конкретно, детально вам показал. И новичкам, в первую очередь, данное видео было полезно. И теперь понятно, как купить акции в Сбербанке Инвесторы. Поэтому также подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить очередные такие полезные видео по Сбербанке Инвестор. Будет еще много чего по этому приложению и фондовому рынку. Ну и что еще скажу. Можете обязательно поделиться данным видео со своими друзьями. Может быть, они тоже хотят купить акции и не знают как. Также рекомендую поделиться моим каналом со своими друзьями, чтобы поменять их мышление, повысить их финансовое мышление. Может быть, мои видео им помогут также начать зарабатывать в интернете. То, что мои видео поменяют их мышление, это я вам гарантирую 100%, если люди будут следить за мной, ваши друзья, в том числе и вы, и смотреть, что я пащу. Потому что я сам много обучаюсь и общаюсь с разными людьми, и уже наработал связи, и передаю свой опыт на своем канале честно и искренне. Как всегда, жду ваши комментарии под этим видео. То, что вас интересует, те вопросы, которые я знаю, ответы, я обязательно отвечаю. Если где-то я что-то не ответил, продублируйте заново свой вопрос. Просто бывает, глючит комментарий на YouTube, что-то с телефона показывается, что-то показывается с компьютера, поэтому не всегда могу отследить. Также всегда вы можете добавиться ко мне в социальные сети ссылки в описании и задать какой-то там вопрос мне. Я по возможности своего времени тоже вам отвечу. Ну а с вами на связи был Фокин Евгений. Увидимся на просторах интернета. Как говорится, накапливайте капитал и богатите. Закладывайте фундамент себе уже на будущее. Субтитры сделал DimaTorzok